кто как вообще давно занимается джалой есть кто-то кто занимается больше пяти лет давайте так то кто меньше пяти лет занимается джалой отлично кто от пяти до десяти лет больше десяти лет супер так примерно понятно то есть где-то java 6 в основном да вот я расскажу пока такой случай летим мы с глебом в самолете значит я жалуюсь игру глеб вот у меня машинка там хорошая машинка на самом деле орокловый лэптоп там четырехъядерный 8 хардверных трудов 16 г в памяти создать все как надо но говорю глеб знаешь у меня вот компиляция простейших там вот моего дэна 15 классов зла типа там 10-15 секунд а то и 20 что делать греб говорит ну тебя там значит операционная система не православная оставь православную вот мы начинаем разбираться что происходит берем копируем весь мой значит став глебу глеба все летает моментально у меня тоже самое запускаем все тупит что делать ну вот приехал вчера сюда коля чашников коля чашников это тим лид интеллиджа идея коля был быстро схвачен за руку отведен в угол окружен тремя людьми который сначала занимались тем что сносили антивирусы на компьютере вот а потом занимались тем что пытались как-то значит вот мне помочь в итоге выяснилось что идея когда что-то начинает компилировать она создает какой-то отдельный трет чтобы основной трет одесский с этим тогда мог коммуницировать они а ну процесс дал кей до операционной системе что наверное это чтобы они могли друг другом коммуницировать там создается некоторый там канал сетевой да то есть они через соки на самом деле общаются вот короче выяснилось что на моей машинке вызов метода network интерфейс из good network интерфейс из стандартного пакета java.net занимает типа там 15 секунд вот в тот момент когда просто процесс компилятора пытается с процессом идеи скоммуницировать вот это месте мы ждем 15 секунд потому что для того чтобы идея получить там какой-то соки ты можно вызвать все интерфейсы найти что-то видим наверно на локальном ну и так далее и так далее еще внезапно выяснил что на моей машине открыто что-то типа там 351 network интерфейс мы пока не не успели еще дальше покопать вот но в общем опрос всех этих интерфейсов занимает очень много времени вот при этом еще интересно что в java 6 даже на таком большом количестве все работает быстро оказывается в java 7 они там что-то пофиксили из какие-то соображения взяли в заменили один виндовый вызов давим windows и мин32 пину другой который там более корректный вот после чего этот более корректный ну типа работает на два порядка медленнее чем исходный более корректно то есть мы откатили все то же самое запустили там идею на 6 java перекомпилирую проект по 6 java все запустили шестерка и все вот так вот стало моментально летать вот так вот интересно иногда пишут всякое не очень хорошие разработчики винды вот ну что самое время начать да то что если у кого-то как бы перед тем как начать компилировать идея или там процесс компиляции занимает очень долго проект маленький вот напишите простой код который смотрит сколько у вас там сетевых интерфейсов если их там типа больше 50 это это повод задуматься у меня было 350 у человека который исходный бак комитела там можно поискать у нас в бак трекере такой бак у него их был там 800 у него это работало типа там что-то 80 секунд то что мои 10 вообще фигня ну чё поехали это стандартный наш слайд который говорит о том что не надо принимать бизнес-решение на основе того чего сейчас расскажу вот я пока правда не очень понимаю как вообще это можно теоретически сделать потому что материал такой не располагает к приятию бизнес-решений но в общем на всякий случай я расскажу об одной классической многопоточной задачи который уже почти 50 лет расскажу о том какие проблемы возникают все решение немножко покажу теории которые вокруг этого существует и потом мы перейдем к практике погоняем некоторые примеры и посмотрим на цифры и так проблема которой я говорю называется проблема обедающих философов кто знает об этой замечательной проблеме или задачи об обедающих философов ну типа так там века что там четверть аудитории ага ну ладно так давайте так а кто 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 вообще вот пишет хотя бы там многопоточный код хотя бы раз в месяц а гораздо больше чем людей которые не знают об этой проблеме ну ладно коля я уже рассказал о нашем вчерашнем приключении да я не сказал что она заняла правда 6 часов у меня ну в общем и так задачка 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 есть стол столом сидит пять философов перед каждым тарелка вот между тарелками лежат вилки тоже в количестве пяти штук философ может делать следующее он может либо просто сидеть как бы и думать о чем-то о высоком то есть философствовать может брать какую-то из вилок может есть двумя вилками одновременно вот он такой классный что на дно есть не может только двумя вот можно привести а ногам с китайскими палочками и может класть эти вилки там назад на стол допустим по одной этого то как было классическая задача поставлена собственно аллюзия понятно на что что у нас есть философы это некие процессы которые периодически делают что-то периодически чего-то ждут да ничего не делая возможно данных с внешних источников эти самые вилки это разделяемые ресурсы за которые они борются то есть мы можем говорить о взаимном исключении вот и общая задача заключается в том на самом деле чтобы построить такой алгоритм при котором в каждом из этих процессов обеспечиваются ну и там потоков до обеспечиваются правильный прогресс то есть поток там допустим не задыхается ему все время выделяются кванты времени и так далее и так далее вот соответственно практика показывает что если написать решение не очень аккуратно вот то могут быть в этом месте проблемы какие-нибудь философы не получив пищи там в течение какого-то времени просто помрут вот если говорить про вот реальную задачу получится так что какие-то ваши данные они просто не будут обрабатываться если ваш философ как процесс обрабатывают некоторые данные и долгое время ничего не ест то есть не получает эти данные значит данные стоит не обработать плохо и так но на самом деле вот это была классическая задача она была там 50 лет назад поставлена после этого очень много исследований этой проблемы занимались и на самом деле в задаче может иметь очень много разных параметров прежде всего конечно там самое первое что приходит в голову это количество философов до то есть круг не 5 10 152 вот и так далее при одной философе задача не очень содержательная берет в общем что есть и ест вот значит второе это сколько времени философ есть и сколько времени он размышляет это два разных времени потому что в одном случае он держит вилки то есть ресурсы которые нужны кому-то еще в другом случае не держит ресурсы свободны вот важно еще смотреть как бы что это вообще чем задается это время то есть какая-то фиксированная величина случайная величина с каким-то распределением и собственно второе это как эти два времени друг с другом соотносятся вот то есть например в случае если философы почти не думают только жрут вот такое довольно часто встречается в реальной жизни то там сплошной контент что да не только и делают что борется за ресурсы если же наоборот они такие вот значит восточного типа очень мало едят и быстро и очень много думают то наоборот никакого контента что нету думает он почти все время думает и вилки вообще берет очень редкой драки за вилки практически не происходит вот поэтому это соотношение очень важно вот кроме того важно понимать что можно вводить еще разные другие элементы в систему разных диспетчеров посредников там кого угодно вот ну и в общем что-то еще наверно можно но мне кажется этого тоже вполне достаточно вот как вообще можно задать какую-то константу в реальном мире да как симулировать ожидания допустим как симулировать работу вот ожидания лучше то есть не лучше всего можно в принципе наверное эмулировать с липом он примерно что-то там в районе 20 миллисекунд вот такой вот нам выдаст но там тоже на смотреть потому что у слипа у нас какая-то гранулярность гранулярно зависит железо от операционной системы вот я не буду на этом подробно останавливаться вот суть том что сали в реальном мире констанках таковых не бывает если вы говорите там допустим slip 20 это будет слип ну что-то около 20 но совсем не факт что 20 может быть чуть больше может быть чуть меньше вот животок говорит что типа ну вот что-то около того что вы попросите в параметры вот возьмем самое простое решение да самое простое решение каждый философ пусть действует по такому алгоритму взять одну вилку левую взять другую вилку правую от себя поесть положить допустим правую положить левую ну и в общем так далее кто догадывается какие с этим могут быть проблемы вот с таким простым решением абсолютно да то есть как бы вот простейший код который можно здесь написать да в жаре это ну давайте да значит настроим вот это форк 1 форк 2 это и к кожи им пулу не имеет отношения это за просто вилки вот порк один левая фолк 2 правая вот и просто будем вот есть и думать собственно то что здесь написано что такое есть и думать это в разных случаях может быть по-разному вот у меня такая вот простая машинка как я уже говорил довольно на самом деле сильная довольно сильный лэптоп и мы покажем на нем сейчас маленькую дымку дымка называется умри прямо сейчас вот это вот вот мэйк видите крутится это потому что я все таки решил на 8 javi что-то запускать вот там 350 сетевых интерфейсов ну вот значит смотрите я на самом деле происходит вот мы видим что тут в цикле просто какой там как сто раз в секунду или сколько-то там 10 раз в секунду выводится количество съеденного то есть мы видим что это число да на самом деле она там и она сначала растет вот растет 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 там два 2042 ты бен 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 а потом все прогресса системе нет это вот о чем я говорил если взять неаккуратно то они что-то будут делать некоторое время потом тит на каждый возьмет левую вилку и все и умерли поэтому надо как-то с этим бороться вот в этом месте немножко теории вообще о том собственно с чем мы столкнулись первое да очень просто введем ресурс это объект которому предоставляется доступ да в данном случае вилка дальше ведем некое отношение между процессом и ресурсом до называется захватить вот и третье это собственно поясническая блокировка до состояния при котором каких-то процессов нет прогресса потому что там каждый не может взять что-то что же держит другой отлично дальше ресурсы бывают двух типов выгружаемые невыгружаемые вот собственно невыгружаемые ресурсы тот который нельзя отобрать как-то снаружи выгружаемые можно по скажем лог обычный живого и он или там синхронная секция да и очень сложно отобрать и все можно отобрать только принудительно как-то вот за 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 стопив за интерактив там процесс вот поэтому основном будем говорить о невыгружаемых ресурсах что дальше есть операции ну понятно взять ресурс при этом взять можно очень разными способами вот если мы какой-то ресурс хотим взять но он допустим не занят мы его просто берем а если он уже занят то возможны варианты первый вариант это ждать до купения как вот первом примере то есть вот значит он кем-то занят ждем пока не освободится второй вариант это брать с таймаутом то есть ждать какое-то время если за это время мой ресурс таки не получаем то чем сделать написать куда-нибудь сообщение вот эти варианты то если ресурс занят то свалиться с ошибкой вот в это комбинация двух последних вариантов то есть подождать какое-то время если нам не дали свалиться с ошибкой тоже вполне себе работающие стратегии стратегии можно комбинировать разным образом в разных местах может быть используется вашей системы разные стратегии собственно дальше ресурс можно использовать в нашем случае это там философы едят и освобождают нашем случае философы кладут вилку вот лет через пять после того как оригинальная проблема была поставлена было сформулировано кофманному собственно четыре условия а которую по которой собственно являются обязательными словами блокировок в таком классическом смысле это важный момент я хочу чтобы вывод это один из ключевых слайдов презентации чтобы вы не посмотрели а кому-то я дам даже там 10 секунд чтобы сфотографировать почему это существенно потому что я ну во первых вас на интервью могут спросить вы можете блеснуть в этом моменте потому что вопрос по дитлоки это такой любимый вопрос очень многими моими знакомыми собственно о чем о чем эти четыре условия да первое условие это о том оно о том что на самом деле процесс любым ресурсом может владеть не более одного процесса да то есть либо никто не владеет либо кто-то 12 им одновременно или более владеть не могут это называется взаимное исключение второе то слово удержание ожидания означает что если я что-то держу я могу попытаться еще что-то взять третье условия слоево не выгружаемость если что-то держу и не могу это отпустить и четвертое это циклическое ожидание котором я говорил то есть возникает система при которой значит вот возникает некоторый цикл я сейчас покажу что это то есть можно вот нарисовать такой вот граф замечательный называется граф ресурсом это называется модель холта посмотрите здесь квадратиком обозначены неважно что на самом деле чем допустим квадратиком ресурсы кружком процесса будем стрелочку ставить это ресурсы к процессу если процессу удалось его захватить и в другую сторону если он пытается его захватить но он уже занят кем-то другим такая вот очень простая аннотация и двудольный граф вот кто понимает что-то дольный граф кто не понимает что такое двудольный граф ладно это просто граф вот значит двудольный граф это граф у которого вершины бьются на два каких-то класса и ребра могут быть только между вершинами из разных классов нашем случае ребра еще ориентирована с ориентированный двудольный граф значит ну вот и собственно оказывается что блокировка в такой системе она обозначается очень просто она значит в этом графе просто возникает цикл внезапно довольно сложное явление описывается довольно простой моделью тоже на интервью может понадобиться вот теперь самое такое уже интересное как же как же бороться тогда вот блокировку показали что с этим можно сделать вот ну и стратегии 4 вот первое это как бы забить вторая это как-то вот попытаться найти и что-то с этим сделать третье это попытаться действовать как-то так чтобы то есть как-то анализирует состояние системы и действовать по ходу ситуации так чтобы не залезать блокировки и четвертое это не по ходу действовать а заранее написать такие алгоритмы которые блокировок избегают вот то есть разница между последний предпоследний в том что одно одна стартан динамическое уклонение эта стратегия которая смотрит на текущее состояние пытается не залезть скажем там вот если она видит что мы сейчас залпнёмся в цикл она вот не допускает этого действия вот а второе это сказать заранее то есть такой более наверное простой способ на самом деле потому что анализировать текущую систему чуть-чуть все-таки сложнее вот особенно когда вы еще про это performance думаете чем написать заранее безопасно алгоритм вот собственно ну и четвертое это предотвращать собственно в алгоритмах вот у нас есть четыре условия надо просто попытаться нарушить любой из них этого хватит потому что все четыре условия они обязательно если хотя хотя одного из них нету системе то блокировок не будет так маленькая пауза маленькая пауза закончилась вот значит статегия первое игнорирование как бы кажется что стратегия плохая но на самом деле не всегда бывают системы для которых это вообще на самом деле не очень критично вот но повиснет у нас там парочка трудов где блоки где-то ну и ладно допустим ресурсов они не жрут ядер много вот там не знаю вот мой такой вот лэптоп спокойно хотя там винда которую все ругают он там держит не знаю десятки тысяч потоков и и не давится вот и даже не очень сильно при этом вроде как перфоманс приседает на некоторых тестах да поэтому вот иногда можно просто взять забить ну когда их там совсем много скопится вот то в общем то чем с этим сделать перезагрузить вот значит вот у вас есть проблема с дедлоками а вообще вот других частях вашей системы бывают проблемы какие-то насколько часто они возникают если у вас другие проблемы вообще возникают гораздо чаще чем у вас не возникают дедлоки и эти проблемы гораздо более критичны для вас чем дедлоки так может быть как бы лучше их решать они на счет дедлоками думать вот то есть и последний естественно это насколько критично для вас проблема с дедлоками то есть если последствия как бы никакие да то есть не знаю приходит какие-нибудь мессенджи данный пусть к вам снаружи вот потом как где-то еще в другом месте на выходе есть после этого верификация что месседж обработал вот если вас меньше застрял где-то пошел к какому-то процессу который застрял дедлоки то система допустим может дать эти что месседж не обработаны еще раз его посылать ну застрял там какой-то месседж ну повисит он по мертвым грузом но может быть не очень страшно особенно если их мало таких если можно поставить повторно или он просто не критически тогда следить не нужно вот вторая стратегия это собственно обнаружение и восстановление работоспособности но вот самый такой наверное простой способ это попытаться как-то вот обнаружить момент возникновения и собственно ну то есть во первых это дождаться в момента блокировки а во вторую и после этого что-то с этим сделать вот самый простой способ и который показал с философами да вот мы видим физически что мы вот нет прогресса в системе до что counter не увеличивается сделанные работой съеденной еды ну давайте просто возьмем все это перезапустим вот то есть уберемся блокировки скажем все философы по кладите вилки на место все кладут снова живем все начали снова жрать стали в дедлок вы снова говорим так останавливаемся вот тоже вполне себе стратегии тоже вполне себе работы почему нет дальше приоритетный захват ресурсов вот представьте что у вас одни философы например владеют каратэ они могут брать и просто силы например отбирать ресурс у других вполне себе стратегия вот другая стратегия что есть более важные философы например тот который возглавляет философскую школу есть его четыре ученика и вот он например такой важный что просто может есть более высоким приоритетом он не себе то есть как только на него так ученики поглядывают и хотят взять вилку а он говорит нет не надо вот вторая стратегия называется откат но это не совсем то о чем вы подумали вот да это не про бизнес это на самом деле про то как действуют в том числе многие операционные системы мы создаем контрольные точки вот потом в случае если мы после какой-то контрольной точки приходим дед локу мы пытаемся вернуться последние контрольные точки и как-то попытаться в этом месте вести себя чуть-чуть по-другому до чтобы грубо говоря по тем же рельсам снова не свалиться в дед лог обычно это получается потому что у нас есть некий недетерминизм системе система довольно сложная да там всякие шедулеры операционные системы железа черт знает что вот звезды сходятся не сходятся ну при этом понятно нужно понимать что при таком откате часть работы у вас потеряется которая была между дед локом и последним контрольной точкой поэтому надо либо чаще их ставить либо быть готовым к этому ну и чтожение перезапуск я уже говорил про траекторе отклонения я толком говорить не буду есть довольно такой не очень простой да так вот мне очень быстро будет не объяснить алгоритм называется алгоритм банкира вот он тит на в динамике следи за состоянием там такая дема что есть банкир и он там дает деньги разным людям взаймы то есть он нам дает они им перешки возвращают вот ну и задача собственно то тоже нужны у него ему сделал такое поведение когда давать когда не давать вот ну и там вообще дезинчатся в том что банкира он просто смотрит как бы следующего действия но приведет к вот к тому что все за стоп при цели не приведет и наконец то чем мы немножко будем заниматься сейчас во второй части доклада это собственно атака на разные на все четыре условия блокировки да то есть мы будем пытаться как-то атаковать каждый из них нарушать его дату стоит такую систему при которой условия не выполняются и за счет этого будем избегать дедлок значит первое это атака на взаимные исключения вот если у вас есть какой-то ресурс конечно например переменная разделяем а то совсем не факт что она на самом деле вам нужно разделяем и вполне возможно вы можете обеспечить к ней какой-нибудь доступ не очень аккуратно и до убрать какой-нибудь лог вот и иногда ключевое слово иногда функциональность при этом не пострадает вот например не знаю вы логируете каким-нибудь атомиком какой-нибудь просто счетчик количество каких-нибудь действий вот в этом месте можно чуть-чуть наверно ослабить например примитив до сделать там волатал переменную например если она нужна или просто какой-нибудь даже не волатильна обычную там переменную инкрементировать ее и надеяться что в общем ну мы потеряем немножко там на атомарности инкремент еще на чем-то но в целом общую как бы температуру по больнице мы увидим вот ожидание удержания напомню что это пункт про то что вот мы уже что-то держим мы можем брать еще что-то в процессе да то есть вот те наверное кто работает с интерпрайзом знает про всякие транзакции да когда мы там берем что-то начинаешь что делать потом берем еще что-то начнем что делать потом бац где-то в середине оказывается что мы что-то взять не можем в общем я не буду на все это лучше меня гораздо знаете вот по крайней мере иногда с этим можно бороться например можно пытаться ну есть такие системы которые позволяют вам брать все нужные локи сразу вот или можно самому такую штуку сделать просто сделать там жирный мега лог водка как бы который просто по любому чиху вызывается и все тоже хорошо влесе будет работать иногда не будет вот еще есть такая стратегия интересная это тоже помогает вот что держите и перед тем как начать что делать попробуйте все это отпустить тоже в некоторых системах помогает атаку слове невыгружаемости иногда можно разрешить выгружать ресурсы да то есть например либо по запросу снаружи философ может попросить чувак не ешь пожалуйста и не жди вот еды отдай мне вилку а иногда просто он сам может взять вилку подержать понять что что-то как-то поесть ему не удалось и положить ее на место и как-то потерпеть наверное будущее голодным пару минут а может быть пару секунд а может пару надо секунд вот а дальше то с чего мы собственно начнем это так и условия циклического ожидания вот собственно есть такая стратегия борьбы называется нумерация ресурсов вот смотрите представьте что у нас есть два философа скажем стратегия у них они сидят вот так вот друг напротив друга между ними две вилки у каждого изначально да вот когда мы показывали блок была такая стратегия возьму левую вилку я возьму правую вилку потом я буду есть потом я положу их на место и проблема возникала тогда когда каждый из них брал левую не мог здесь право теперь давайте например первому философу скажем что ты чувак бери сначала левую и правую как брал а второму чуваку скажем а ты бери сначала правую потом левую и внезапно выясняется что вот при таком варианте дедлога не возникнет потому что или если это скажем эту штуку мы распространим там вот на 5 философов на 10 на 150 заключается в следующем давайте пронумеруем все вилки по порядку или как угодно на самом деле и будем брать сначала вилку с меньшим номером потом вилку с большим номером вот если вернуться к модели графа который я там показывал да не туда полез вот к этой то собственно выяснится что если вот все там кружочки занумеровать или и разрешить рисовать новые стрелочки только в случае если стрелочка не идет от большего к меньшему один только от меньше к большему то вот цикла возникнуть не сможет вот но я тоже на этом очень подробно останавливаться не буду то кто хочет посмотрит и разберется а тот кто не захочет он может воспринимать это как некий трюк окей теперь дима тайм я тут наколбасил несколько примеров которые сейчас попробую вам показать пример 1 вот у нас есть пять философов вот они у нас всем видно да я могу покрупнее сделать у нас есть пять философов которые берут ресурсы собственно вот по порядку эта штука то есть сначала левый потом правый да то есть номера у философов и номера вилок они друг другу соответствует они все по кругу вот так по очереди расставлены 1 2 3 4 5 и вилки тоже 1 3 4 5 значит здесь возникает дедлог давайте возьмем и просто воспользуемся нашим замечательным замечанием от меньшего к большему и поменяем здесь местами 0 4 вот теперь действительно каждый философ берет сначала вилку с меньшим номером вилку с большим давайте мы эту штуку запустим так вот я правда не очень помню что она должна нам показать но вот здесь вот мы где-то умерли там ну в общем видно да что вы как-то вот нам или очень сильно везет или мы действительно нигде не умираем правда в том что мы действительно не умираем то есть вот это прогресс системе это общее количество съеденной философом еды окей значит давайте чуть глубже нырнем в это как говорит предыдущий докладчик вот значит вот у нас есть философ он на самом деле дать еще расскажу как это все как устроены этот пример и дальнейшие примеры вот философу операции две вилки и некоторый счетчик в которой мы собираем информацию о том чего он там наел это счетчик у меня реализован через просто атомик интегра вот значит что дальше вот они как-то по порядку берут то есть порядок здесь уже правильный как вот в предыдущем примере ест потом думает то есть если внутри двух критических секций думает за пределами критических секций значит при этом реализации еды это простой инкремент реализация думания разная вот существенно разная сейчас покажу тоже почему это важно что еще есть в этой системе в этой системе есть второй ключевой момент он называется собственно вот здесь находится это вот инициализация всяческая то есть вот в этом коде этом коде я сказал в этом коде одну секунду вот в этом коде ну хорошо да вот здесь вот есть это самая такая штука называется и там то есть то массив на самом деле атомик интегров то есть мы у нас массив этих атомик интегров до каждого философа мы в них что-то собираем 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 а потом просто пытаемся посмотреть а что же мы там насобирали вот значит пример этот каждый каждая такая штука у меня работает там буквально пару секунд и давайте я ее запущу и мы посмотрим что же нам на самом деле тут показывается и так мучу скопилируемся при этом вот у меня раннер раннер делает следующее он вот эта табличка да то есть вот здесь мы их добавляем по очереди а последнего на то есть локи берем сначала левую вилку берем потом правую вилку а для последнего берем в обратном порядке что здесь хорошо видно вот и дальше мы весь этот пример запускаем для разного количества философов да напомню что это примерно синхронной секциях вот мы видим странное странное заключается в том что если у нас философа 2 то они как-то значит более или менее равномерно едят но вот тоже есть какой-то перекос но в общем не очень существенный а вот если их например три или больше то беда вот беда заключается в том что получается что почти все время есть один какой-то философ я напомню что у нас сейчас вот когда мы эмулируем здесь все да у нас в общем-то еда и ест он моментально и думает он тоже моментально мы сталкиваемся с тем что у нас просто где-то переключаются какие-то процессы происходит какой-то контент шина примитива синхронизации и тогда я но вот факт остается фактом вот вроде бенчмарк вроде померял а цифра странная может быть бичмар неправильный любой бичмарк неправильный под просто разница в том что разные бичмарки неправильные в разной степей потому что собственно это тоже важная вещь важно понимать что бичмарк это некоторая модель она моделирует некоторые явления из реального мира ну скажем либо явление чаще всего какой-то просто пример какую-то ситуацию с которой вы столкнулись системе в этой ситуации можете смоделировать с той или сыной точностью пользовании поэтому вопрос корректности не корректности бенчмарка это вопрос на самом деле насколько близко аппроксимация вашего бенчмарка да то discomfort модель близка к тому что вы там реально видеть и правда в том что собственно тот момент когда вы там примерно понимаете что вывод что-то вот придумали в голове модель придумали где там узкое место и получили на бенчмарке вот такой же результат тогда вроде когда сходятся но это не всегда на самом деле я примерно ответил данный вопрос по некорректность бенчмарка конечно в какой-то степени корректина я буду говорить еще потом немножко почему так вот и в чем здесь проблема вот да окей значит смотрите собственно а кто вот может догадаться хотя бы примерно что тут происходит и почему это происходит и с чем связано вот смотрите если какая-то закономерность между например да перед последним точно а с чем это может быть связано точняк то есть у нас на самом деле модель не симметричны фокус том что для всех философов они берут сначала левый потом правый один зараза берет в обратном порядке вот принципе я на этом чуть-чуть остановлюсь потому что дальше то можно додумывать там на самом деле у нас все процессы имеют один тот же приоритет мы можем считать что в принципе система считает их равноправными опять таки это там не совсем так потому что там можно говорить о том что сколько-то у нас рядов сколько-то реально количество ядер но вот я пытался проскалировать до до какого-то количества увидел что на самом деле вот более-менее симметр есть только в первом случае вот первый пример опять таки возвращаясь вот к замечанию о том что последний флос особенно в первом примере они особенно на самом деле да он в таком же положении как и другой а вот когда их уже три или больше то тогда действительно один становится особенно такой белый вороной значит чего дальше на самом деле можно посчитать примерно какое количество событий должно совпасть для того чтобы философ ел вот этой системе если события совпадают он тут же есть потому что там нет никаких там ожиданий да то есть система построена так что как только он подумал он тут же начинает есть как только он ест он начинает думать очень просто ну или там он подумал захотел поесть и ждет кого-то соответственно можно чуть-чуть с этим поиграть да можно добавить можно убрать снизить немножко контент шин за вилки что нам для этого нужно сделать нам нужно в код филот немножко поменять код философ вот первое что можно сделать это собственно самое простое добавить yield вот для тех кто не очень помнишь такой yield это такое значит такая маленькая пауза микропауза которая в общем то по которой известно что может она быть а может и не быть но вот на винде маленькая пауза есть вот видите у нас уже первый же бенчмар чуть-чуть там подравнялся второй чуть-чуть подравнялся всем стало немножко легче жить почему им стало немножко легче жить потому что они те реально начали немножко думать это они не думали вообще да там бы вы финг там было пустое место все теперь они некоторое время проводят в таком как бы ожидании и в это время их соседи могут взять вилки которые лежат слева справа не пользоваться вот собственно здесь мы это хорошо видим да а теперь давайте сделаем совсем садистский эксперимент и вместо елда скажем что это философ которые думают очень долго вот по нашим меркам очень долго это будет там типа 1 миллисекунда я на всякий случай эмулирую это вот так чтобы видел если у меня на самом деле вот простой 3 slip можно долго говорить о том корректно это эмуляция или некорректно правда в том что это эмуляция который не создает нагрузки на самом деле на процессор вот если вы хотите чтобы у вас в этом месте реально происходило какое-то там процессорное действие к числа дробилка то конечно там все будет немножко по-другому в принципе вот то как у меня это смоделировано такими вейтами и slip амида это значит речь о том что у меня есть некая система которая на самом деле все это практически все время проводит во внешнем ожидании либо ожидании каких-то вот там то есть на не сыпется все время поток сообщений и просто вот сообщение на обрабатывает подлоками вот потом ждет она вот как-то этот цинк можно эмулировать просто время ожидания там среднее время ожидания новых новых входящих сообщений давайте посмотрим ну собственно видно да все равно что дисбаланс есть но он там совсем не такой дикий да опять таки вот та вот предпоследняя штука она имеет преимущество но уже значит не такое страшное посмотрим что у нас будет если мы увеличим вот время ожидания до 1 миллисекунды 1 миллисекунда это на самом деле для процессора и вообще для вот компа это очень много вот сейчас мы посмотрим увидим достаточно это или недостаточно но вот так по ощущению результаты очень сильно выровнялись то есть мы можем говорить о том что погрешность она там ну совсем какая-то копеечная ну вот но в принципе этого следовало ожидать то есть в этом месте опять-таки возвращаясь второй раз к вопросу о корректности бичмарка можно более-менее утверждать что по крайней мере в этих случаях у нас все корректно то есть вот мы построили модель которая говорит что еда происходит сильно быстрее чем вот премия ожидания и вроде как вот цифры даже корректные показали значит более-менее коррект с первым примером конечно сложнее потому что там в общем нужно разбираться что происходит есть на эту тему некоторые гипотезы кто хочет можно ко мне подойти подискутировать сейчас на это время тратить не будем значит следующее вот синхронная секция есть javi есть еще второй примитив синхронизации это локи да локи они бывают честными и нечестными но все знают да или не все знают кто не знает про честные и нечестные локи я очень коротко много отлично значит расскажу коротко ну наверное все там более-менее все знают лок линтон блок да отлично значит там существует возможность вот обычно да у него там семантика в принципе очень похожая на синхронная секцию вот то есть тоже взаимные исключения вот разница если если вы выставите unfair не дай лог то есть нечестный лок то он принципе себя будет вести каким-то таким похожим образом на самом деле там совершенно разные имплементации но вот гарантии примерно такие же значит файлок отличается тем что там выстраивается некая честная очередь по принципу фифо до 1 пришел 1 ушел то есть гарантируется что в отличие от там on fire лока или в отличие с коносекции будет выстроена некоторая очередь каждый новый кто захотел лок станет в конец этой очереди пока все предыдущие кто до него стоял в этой очереди не поработают с этим ресурсом он доступ к ресурсу не получит понятно что это такой вот трейдов понятно что это некое дополнительное свойство системы порядок да который вот с одной стороны обеспечивает честность с другой стороны наверное может быть по другим местам давайте мы попробуем собственно запустить что-то в этом духе значит что здесь за пример да что делать философ философ берет вилку берет вторую вилку ест потом отбирает две вилки и думает все довольно просто только на этот раз не с хана секции а реальные локи значит что там на самом деле мы будем делать вот опять мы добавляем философов так что они все почти берут вилки с левую правой последний берет правую левую вот ждем там по моему две секунды снова вот и собственно с чем мы играем мы играем с количеством философов да это параметр и и играем с честными нечестными локами то есть на самом деле посмотреть что там внутри этого метода да где там собственно этот fair всплывает да да спасибо в самом начале вот то это все уходит вот сюда и на самом деле даже вот сюда вот среди трат лок у него есть просто булевский параметр который там строит разные внутренние синхронизации либо ферсинг либо но он ферсинг вот тоже на этом остановлюсь штука не очень простая эффектов разных на ней много поэтому читайте изучайте вот и мы это запустим казалось бы да честно и честно и те самые блоки они должны как-то нам выровнять ситуацию вот но моя практика показала что вот это не всегда так значит вот сильно мы чередуем просто fair and fair до вначале все идет хорошо а потом внезапно выясняется что на fair and fair все равно проблема проблема остается причем fair случае она даже на самом деле это более такая страшная чем в случае unfair при этом хорошо видно что вам fair случае у нас общей сруппу системы гораздо выше да то есть там типа ну да вот на какое-то существенное количество поэтому собственно вопрос а чё-чё-чё такое почему так что происходит а здесь сруппу примерно одинаковые давайте посмотрим на это давайте посмотрим что у нас там делают философы вот вопрос чуть-чуть чуть-чуть случилось кто знает то есть fair and fair не влияет при этом fair еще как-то как-то странным образом вот ухудшает да то есть если в случае unfair случае у нас там были там 78 процентов вот здесь там 90 что это может быть то есть вот догадки а что именно анфер берет тоже в таком же порядке не берут в одинаковом порядке да правильно анфер высовывает в очередь другое место и что да ну смотрите ситуация сфер она ухудшает до абсолютно синхронайз действий как unfair ровно так поэтому казалось бы что он fair ситуация должна улучшать а нет ну ладно я тоже не буду на этом останавливаться у нас уже очень мало времени осталось и не успеха и другие примеры значит я покажу в конце ссылочку по которой кажут может каждый сможет зайти посмотреть что там на самом деле не так или так хорошо я покажу еще пару стратегий есть такая интересная стратегия называется официант это значит что рядом с философами появляется некто кто выполняет роль арбитра вот значит этот арбитр он просто по каким-то собственным правилам говорит кому вот официант когда как философ хочет есть он обращается к этому официанту официант либо разрешает ему любит подождите самый простой способ реализации такого официанта это опять-таки простой какой-нибудь лог вот и давайте посмотрим что будет если мы все запустим опять-таки фэнфер случаях вот то же самое у нас а нет здесь у нас по фиксированное количество философов их пять но мы играемся с другими мы играем все с количеством то есть нас с временем ожиданий с временем еды то есть в одном случае у нас там самом первом случае вот здесь вот на примере у нас время ожидания время еды это там 0 миллисекунд то есть ничего не делал это месте и время ожидания время размышления тоже 0 во втором случае мы едим очень быстро думаем долго в третьем случае мы долго едим и медленно думаем в четвертом мы делаем это это одинаковое количество времени отлично давайте посмотрим на результаты вот видно да значит результаты такие это случай для пяти философов при честном официанте мы получаем очень такую красивую картину да то есть у нас действительно они едят равномерно ну правда все запросы поступают примерно с одинаковой частотой потому что у философов потоков одинаковый приоритет ставится в очередь собственно поэтому картинка хорошая теперь если официант нечестны мы видим что у нас цифру начинают чуть-чуть гулять да но при этом обратите внимание на разницу между количеством на разницу как бы в трубку системы да то есть в этом месте мы четко видим что вот это вот самая честность да она нам на самом деле дофига стоит в одном случае 19 миллионов в другом случае 350 тысяч это во сколько раз ну типа в очень много да там 190 разделить на 3 два порядка практически то есть так внезапно бабах и фр нам стоит типа там сто раз забавно да давайте смотреть дальше что происходит собственно во втором случае как у нас fair unfair но поэтому мы долго думаем в этом случае мы не видим практически разницу в перформансе да и в распределении у нас чуть чуть точнее случае фир что там происходит на самом деле все довольно просто тоже там не происходит никакой драки да да то есть они просто зале практически независимо все это делают и разница только в том что фир он сильно чуть-чуть выравнивает по порядку иногда некоторые притормаживает и говорит ты подожди пока другие значит вот не сделают вот в третьем случае когда у нас сплошной контент что мы все время боремся за ресурсы но почти не думаем там вообще от то есть это вот верхние два примера там в первом случае случае фейер официантов все примерно честно но с рупут совсем просел причем он просел как бы тоже что говорит про адекватность модели он просил там пять раз на самом деле почему потому что внезапно этот официант это шарит ресурс то есть все вот когда мы только то есть вот в этой модели когда у нас одну миллисекунду мы едим и ноль и не думаем вообще все что происходит системе это драка за вот этого официанта больше вообще ничего не происходит тупо все за него дерутся а при этом случае никто за него не дрался и наоборот все стояли думали поэтому как раз вот собственно пять раз и просел а потому что собственно стал узким местом нужен всем все же все просто его ждут вот да слушаю пять минут спасибо вот и собственно мы видим что тут совсем критический в случае unfair потому что вот при такой драки кому-то может очень сильно не повезти даже случае не повезло вот при таком раскладе не повезло как раз тому кому везло до этого то есть предпоследним почему но опять-таки кто захочет может потом поиграться с этим и посмотреть пробовать подумать почему так происходит вот да слушай ну давайте мы немножко оффлайн подискутируем у меня еще есть что показать я говорю и кто хочет может поиграться вот значит соответственно и последний случай когда они и думают и едят здесь собственно тоже хорошо видно что все довольно вырованность перформанс остался на прежнем месте потому что от того что они думают легче не стало по-прежнему драка происходит вокруг официант поэтому собственно ничего особо не изменилось ну и расклад тоже там чуть-чуть в одном случае почти 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 поровну тебя другом чуть-чуть гуляют в случае но performance опять-таки одинаковые более того такой же как в предыдущем случае хорошо осталось типа там три минуты у меня еще есть там пара примеров их показывать или мы перейдем к секции вопросов-ответов что вы предпочитаете примеры хорошо я тогда очень быстро первый пример называется он такой тоже не совсем доделанный поэтому очень быстро по него пройдусь просто к тому какие еще вообще могут быть стратегии вот здесь все не до конца написано но идея примерно такая значит давайте мы каждый философ будет просто на самом деле смотреть на соседа какого-то своего если его сосед например съел меньше то ничего делать не будет вот а если его сосед слева например съел больше то он тоже может поесть ну примерно так вот и тем самым за счет некой цикличности мы будем обеспечивать что они будут есть равномерно если человек видит что его сосед слева на самом деле уже поел то он тоже ест если он видит что там еще надо если ничего не делает и просто отдает свой ход поэтому они вот так вот будут ровно равномерно расти вот я даже запускать не буду потому что чем времени жалко на это идея по 10 секунд тратит вашего времени вот и такой пример который я наверно покажу это примерно трой локах вот это значит мы нарушаем уже во всех предыдущих случаях мы более-менее нарушали условия порядка да а последнее условие она на самом деле вот если посмотреть на локи она локи раздает в том порядке в котором нужно вот значит где тут одну секунду потом launch так 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 что мы будем считать мы будем ну вот да значит здесь мы раздаем локи в таком порядке мы для всех раздаем сначала вилку с меньшим номером потом вилку с большим то есть для всех сначала левую потом правую а а сам алгоритм будет хитрее значит мы попытаемся взять все покажу крупно мы попытаемся взять сначала ох первую вилку вот это fork 1 трой лок с каким-то тайм-аутом вот если у нас это не получится то есть мы не получилось взять чтобы отметим что мы что нас не получилось сделать потом пытаемся вторую опять если не получилось то отметим что у нас не получилось после этого поедим и подумаем то есть мы будем считать не только количество на самом деле съеденного мой количество мест в котором мы внезапно не смогли это все взять тоже понятно что что происходит то есть если кто-то долгое время ждет и ничего не получается он просто типа кладет вилки на место там свою вилку вернее одну на место если что-то есть и освобождаю тем самым до других вот случае дедлога это будет работать просто потому что допустим все взяли по левой вилке подержали посмотрели что поесть не получилось и значит вот положили на место тут тоже может быть клинический случай когда они все действуют одновременно все взяли все подумали какое-то время все положили потом снова все взяли все подумали все положили ситуация называется лайфлог когда вроде как они что-то делают как бы руки свои качают на камеры вместо зала но при этом реального прогресса в системе нет вот а предыдущий случай который я показывал когда кто-то ест а кто-то не ест совсем зато starvation голодание прям такой термин прям так и называется а что кто увидит лайфлог и starvation не пугайтесь это запускаем последний пример вот идея тормозит николай идея тормозит да ладно java тормозит хорошо ну да винда тормозит вот и вот смотрите внезапно выясняется что в общем общих попыток было предпринято ну там на взятие левые условно говоря там право и вот сколько-то там 16000 17000 и совершенно внезапно у нас куча из них отвалилась вот такая стратегия она нам на самом деле во первых она нам вот 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 это место оно было занято на самом деле бесполезной работой в этом смысле да то есть что брали и нас ничего не получалось сделать вот при этом как бы вот давайте еще этом запущу второй раз начнем получится здесь мы съели 10000 подумали 6000 мне нужно было в цикле запустить так так интересно вот я нашел эффект вот этот эффект я не знаю как объясняется я еще не успел с ним разобраться потому что я на самом деле этот пример дофигачивал буквально вот сегодня утром вот внезапно мы оказывается что мы здесь думаем снова 6000 а едим уже в два раза меньше вот я не знаю что он хочет в третьем примере но в общем у меня эти цифры вот у меня цифра вот это реже это то есть количество неудачных попыток поесть она все время постоянное а количество реально съеденного вот видите она вообще плавает там у меня там до 20 раз эти цифры отличались чё там за эффекты еще не успел разобраться но интересно то есть общий прогресс системе меняется а вот общий вот этот вот зря потраченное время остается постоянно вот такая вот интересная штука очень быстро последние слайды это книжки первое это теория собственно это книжка профессора теннинбаума современные операционные системы всем известная всем советую не знаю кто ее сдает на украине в россии сдает издательство питер в общем книжка классная там есть про взаимоблокировки целая глава вторая книжка это кто будет лучше любит практику но хотя тоже книжка он теоретическое но не много тем не менее хороших задачах примеров вот называется искусство многопоточного программирования там собственно первая глава с этого начинается я так на самом деле в этом так и влез я подумал что сейчас порешаю эту книжку почитаю почитаю стал делать упражнение к первой главе начал делать в общем после обеда закончил в общем всем утра вот это мой twitter моя почта и место в которой я там наверно в течение этого дня все выложу если какие-то вопросы то подходите ко мне ищите меня здесь потому что сейчас вас время не осталось спасибо вам что слушали